Всем привет! Сегодня вы не увидите никаких китайских товаров, сегодня у нас будет видеоблог. Сегодня лить плечу отдыхать, вот, и хочу вам показать, что будет в той точке, куда мы летим, а дальше вы все увидите сами. Смотрите ролик до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам это видео понравилось. Дальше влогов будет не так много, как сейчас. Вот, ну и пошли смотреть, куда мы уже летим. И с первого дня ничего не заснял, так как опыта в влогах не имею, да и ничего особо интересного не было. А вот во второй день мы поехали на бесплатную обзорную экскурсию с нашим гидом. Опа, и новый денечек. Уже второй день в Шарм-эль-Шейхе. Вот, сейчас мы, значит, были на такой маленькой экскурсии. Скажу сразу, ребятки, кто едет в Шарм, будут вам впаривать, значит, духи разные, разные масла. Ну, не знаю, штука вроде как бы прикольная, я еще не знаю, или нас пропустят на таможне, потому что говорят, что могут быть какие-то проблемы непонятные. Вот, но, в принципе, кого интересует, можете покупать. Я вот купил две баночки, потом скажу, напишу, дам свой отзыв. Значит, очень прикольно, нам пока что все нравится. Тут солнечно, сейчас у них самая холодная зима, вот, но, короче, мне нравится. Все тепло, все классно, вот. Дальше уже пойдем на море, посмотрим, как там обстоят дела на пляже. Вот, а сколько бы вы денег с собой не взяли, я уверен, что вы их потратите почти все. Вот, так что будьте готовы. Ну, а пока что смотрим дальше. Это одна из мечетей в Египте. Название я ее не помню. Вот, но у нее есть две башни вот таких вот. С этой башни оповещают о начале службы. Это у нас главный вход в мечеть. Вот, женщины, те, которые хотят в храм, одевают специальные одежды. Кстати, у меня родственница работы туроператором, и мы ездили отдыхать именно через нее. Так что, если вы из Украины, то можете смело к ней обращаться по поводу поездок в любую интересующую вас страну. Родственницу мою зовут Маша. Она подберет для вас любые туры по всему миру с хорошими или очень крутыми отелями за очень приятную стоимость. Когда будете к ней обращаться, скажите, что от Славы из канала Альпачино мне будет приятно. Контакты на Машу и на ее турагентство смотрите в описании. Это у нас церковь всех святых. Православная церковь в Шарм-эль-Шейхе. Православных здесь, как нам объяснили, очень немного. 6 тысяч. Ну, это в процентном соотношении что-то типа 6%. Так что, вот так. Так что, вот так. Так что, вот так. Не знаю, что еще звука. Ветер дует очень сильный. Но, надеюсь, все будет хорошо. Пляж, если я не ошибаюсь, White. Вот такой вот неплохой пляжик. Если будете в Египте, можно поехать посмотреть. Он у нас, у нас уже, да, конечно, египтяне нашлись. Он здесь бесплатный. Вот. И довольно интересненький. Вот вот так вот находится. Он песчаный. Это не рифы. Рифы я вам покажу дальше. Очень много наших украинцев, русских, Казахстан. С Казахстаном много ребят. Беларусь. То есть, наших здесь много. Все говорят по-русски. Если вы не знаете английский язык, это не страшно вообще. Вот. Так что, я думаю, все будет хорошо. Кстати, можете не запариваться. Вот у нас такие вот пляжи. Пляжи, конечно. Пишите в комментариях, были вы в Египте. Пишите, где были. Что вам понравилось. Вот. Хотите ли поехать или нет. Я впервые на таком отдыхе думаю, что стоит поехать. Рекомендую. Зимой ехать, кстати, недорого. Вот после Нового года цены вполне адекватные. Очень даже адекватные. Как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий день мы отправились на пляж с рифом под названием Риф. Это бесплатный пляж от нашего отеля. Рифы там, ну, такие себе. Да и живности немного. Но так как мы были впервые и нам не с чем было сравнивать, то рассматривание подводного мира нам очень понравилось в этом месте. Позагорать и отдохнуть на этом пляже есть где. Но песчаного пляжа нет, только рифы. Дальше в ролике будет еще два пляжа с рифами. Они платные. Это пляж Фанар и Фарша. Но живности там больше. И оно того стоит. Но это уже дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рифы рифами, а экскурсии тоже нужно посетить. Поехали мы в экскурсию под названием Бомбезный Дахаб. Сначала были квадроциклы, потом прогулка на верблюдах, рифы и красивые виды в Дахабских цветных горах. В общем, вот что с этого получилось. Значит, заказали вроде интересную экскурсию. Называется Бомбезный Дахаб. Все дальше сами увидите. Будем нырять с маской, снорклинг. Вот. И, в общем, будет очень-очень интересно. Ну, по крайней мере, мы надеемся. Не знаю, как слышно, потому что дует небольшой ветер. Мы сейчас находимся в какой-то остановке типа кафешки. Тут очень колоритно, очень прикольно. Вот. И вот находимся вот в таких вот горах. Ну, и дальше все сами увидите. Приятного просмотра. Сейчас, значит, будем ездить на квадроцикла. Если хочешь с пробоком, заход по 1 доллару. Да, зачем? Не, ракотки нужны. Нужны? Конечно. Вот давай одну штучку девушке. Там и не натряпа. Смотрим. ПО- прибыли на остановку покатались немножечко ну круто а на самом деле очень хорошее ощущение если будете в египте обязательно попробуйте если будет у вас такая возможность круто просто бомба ну и что я вам скажу давайте будем возвращаться дальше у нас по плану ныряния ныряния очень красивый и залив возле красивых кораллов в общем будете все видеть потому что еще сами не знаем будем сами видеть и вы увидите погнали наши городки Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я записываю ночью, это все дело, очень устали. Значит так, смотрите, если вы будете в Шарме, есть там бомбезный дохапа, называется такая экскурсия. Мы ездили сегодня, ну, сегодня это у нас зима. 8 февраля, вот, очень были большие волны, прохладненько, очень дул ветер, такой холодный ветер. И на рифах купаться не рекомендую. Мы, в общем, вылезли, поранили ноги. Вот, рифы не очень понравилось. В принципе, вся поездка, ну, можно поехать для разнообразия. Если вы уже были в подобной поездке, то, не знаю, не едьте. Ну, по крайней мере, в это время года. Катались мы изначально на квадроциклах, потом плавали в рифе. Особо ничего не видели, потому что были сильные волны. Вот, мутная такая, мутноватая вода. И сильно испортила наше впечатление то, что были большие волны, и мы поранили ноги. Оп, рифы. Ноги, короче, коленки. Это просто жесть. Вот, рифы прям как камни. Вот, дальше после рифов, если я не ошибаюсь, мы поехали. Ага, после рифов мы, значит, сели покушать. Вот, в таком вот маленьком ресторанчике. Ну, еда так себе, конечно, знаете, кормят, как бы пофиг. Типа, дали там, ну, курочка, рис, такое себе. Вот, то есть, не могу сказать, что еда очень прям понравилась. Прям вот так себе. Кстати, вижу, нужно сделать вам рум-тур по комнате. Сделаю вам рум-тур, покажу, что и как комнаты в этом отеле расскажу про отель. Это будет чуть позже. Вот, отель хороший. Могу рекомендовать. Итак, после, значит, кормежки нас повезли в деревню Бедуинов. Ну, типа, мы подъезжаем к деревне, там солнечные панели стоят, спутниковая антенна. А Бедуины, это, как нам объяснили, это, типа, наши бомжи, наши цыгане. Ну, если бы у нас так хорошо бомжи или цыгане жили бы, хотя, не хочу, как бы, никого обижать, у нас очень хорошо цыганы живут, вот, то, как бы, и слава богу. Вот, после, в этой деревне Бедуинов мы пошли в каньон, поперлись между ущельями, ну, как бы, интересно, прикольно. Я думаю, вы уже видели, если это я все заснял, потому что у меня камера снилась. И, в общем, потом попили чай и отвезли нас уже домой. Очень много времени занимает сама дорога. Высам, этот Дахаб, Дахар, город, занимает около часа дорога. Очень она уморительная, тяжело ехать. Ну, в смысле, ехать нормально, но долго ехать и не очень комфортно, скажем так. Ну, опять же, в принципе, подведу итоги сегодняшнего дня. Выехали мы в 7.20, а вернулись около пяти часов вечера, вот. Поездка, не скажу, что аж прям очень-очень-очень понравилась, но было, ну, неплохо, скажем так. Если вы впервые, для разнообразия пойдет. Экскурсия называется Бомбезный Дахаб, если я не ошибаюсь. Ну, как бы, нормально пойдет. Если вы будете летом ездить, то, я думаю, вам понравится больше. Ну, а мы продолжаем. Опа, чай, новое утро. Значит, сегодня уже у нас, не помню, какой день отдыха, четвертый или пятый. Ну, в общем, не важно. Сейчас приехали уже на второй пляж, Фарза вроде он называется. Вот, здесь очень красивые, говорят, кораллы. Вот, ну, подняли посмотрим, потому что вчерашний день в Дахабе оказался не очень-таки приятным. Вот, потому что были очень большие волны, и мы поранили ноги, руки. Вот, так что зимой в Дахаб, бомбезный Дахаб, я уже говорил, не знаю, или стоит ехать. Он еще и до тапочек плавает, два даже тапочка, прикольно. Вот, но покатушки были на квадриках классные. И на верблюдах такие, такой, соу-соу. Вот, и сейчас, в общем, поныряем, посмотрим, какой здесь подводный мир. Ну, и все, сами сейчас увидите. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что могу сказать? Ну, риф на самом деле покруче будет, чем на пляже риф. Вот, но пляж риф бесплатный, этот стоит 3 доллара. Вход мы с 10, не вернее, с 8 часов утра, ну и до часу дня. Так что, смотрите сами, решайте сами. Тут круто, хотя бы разок нужно будет вам поплавать. Ну, если, опять же, есть деньги. Цена прохода небольшая, так что, я думаю, можно попробовать. В общем, понравилось. Ну, и дальше, смотрите, что будет дальше, потому что, я еще не знаю. Ну, еще могу в целом сказать, отдых нравится. Вот, погодка очень комфортная, не жарко. Температура воды, я думаю, где-то плюс 17, плюс 20 градусов. То есть, ну, комфортная, в общем. Сейчас, в данное время года, у них, это самая холодная зима, у них сейчас дует сильный ветер. Вчера вообще был печальный ветер, как вы знаете, мы поранили ноги на рифах. Вот, но, в принципе, поехать стоит. Если вы не любите испекаться на море, скажем так, потому что летом у них что-то типа 40 градусов, как я слышал. Ну, 50 даже иногда бывает. Вот, если вы не любите испекаться на солнце, то, я думаю, хотя бы раз стоит приехать в это время года. Это, если я не ошибаюсь, февраль. В общем, второй месяц нового года. Вот, второй месяц 20-го года. Ну, в общем, давайте меньше говорить и давайте больше смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и всем новое здрасте. В общем, решили мы сегодня прокатиться на квадроциклах. У нас завтра последний день, уже завтра выезжаем. Вот, и решили прокатиться, в общем, на квадроциклах. Потому что, когда были в Дахабе, как там, бешеный Дахаб называется, экскурсии, или что, понравились только, именно очень понравились только одни квадроциклы. Песо, блядь. Попала соль на камеру. В общем, понравились только квадрики. Ну, и решили прокатиться. В общем, сейчас все увидите. Вроде должно быть прикольно. А, кстати, поедем в мини-Египет. Не знаю, что. Это на картинках посмотрели. Ну, вроде красиво, вроде круто. Ну, сейчас все увидим. Субтитры сделал DimaTorzok. Это мы приехали в мини-Египет, так называемый. Дима, я думаю, что мини-Египет. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Вот, значит, в общем, посмотрели мы эти мини-Пирамиды. Хочу сразу отметить, что не понравилось. Так это то, что я уже, наверное, про это говорил. Везде хотят что-то впарить. Вот. Типа чай от Каркаде. Вот сейчас вам покажем. Приходит малый, говорит, 2 доллара попить чай Каркаде. Что, гоните, думаю, 2 доллара. Ну, я ему доллар дал. И то это дофига. Вот. Ну, короче, я очень не люблю, когда пытаются что-то впарить на каждом шагу за дофига, скажем так. Ну, по ценам России 60 рублей дали, 70 рублей чашечка. Вот такая вот Каркаде. Ну, типа, вы что, гоните, думаю. Ну, в принципе, поездка хорошая, нормальная. Вот. На квадроциклах можно покататься прикольно. Уже около 40 минут покатались. Ну, прикольно. В общем, нам понравилось. Ну, и дальше уже будем видеть. Все дальше уже будет видно. Возвращаемся еще раз к теме впаривания. Через буквально через 5 секунд, 10, подходит чувак, этот самый малый, что предлагал вам Каркаде, говорит, чай входит бесплатно и приносит еще 2 чашечки чая. Ну, вот, блин, очень-очень не нравится это, что впаривают. Ну, будете, по крайней мере, знать. Приезжайте в Египет, сразу же вам в аэропорту уже будут говорить, что заполнят за вас анкету за 5 долларов, мы отказались, вот, и так далее, и тому подобное. Опять же, приезжайте, просят помочь вам с чемоданом. Цену, соответственно, не говорят. Вы берете чемоданчик, они берут, вернее, ваш чемоданчик, а потом через буквально 100 метров говорят, типа, 5 долларов, чувак. Такое, в общем. Ну, будете в Египте, будете знать. Значит, остался нам еще день, вернее, полдня. Завтра уже вечером улетаем. Ну, и покажу вам, соответственно, рум-тур, рум-тур. Рум-тур нашей комнаты, в которой мы были. У нас был, вроде, супериум, люкс, или просто супериум, но не стандарт. Не знаю, смотрите сами, решайте сами. Итак, при входе мы сразу видим, тут у нас туалет. Давайте я покажу вам сразу туалет. Вот у нас, вернее, туалет-ванна. Такое у нас большое зеркальце. Туалет-биде. Ну, и место для помыться. В общем, все качественно, более-менее. Клопы не бегают, тараканы не бегают. Вот. Вот у нас там сейф. Он у нас виден. Такие шмотки наши, да. В общем, комнатка такая более-менее. Кровать. Вот такого краколдилдоса сделал наш Борис. Это наш уборщик. Вот. И вот такая вот кровать. Что мне сразу не понравилось. Кровать как будто бы двухсп... Вернее, односпальная, большая. Но нет, у нее два матраца. Вот тут посередине вот так идет матрац. Вот. Она получается сдвоенная. Телевизор, на котором показывают какие-то арабские каналы. Вот. Непонятные. Ну, и вот, соответственно, такая комната, да. Вот такой вот номер интересный. Сейчас покажу вид с балкона. Вид с балкона у нас на кухню нашу. Наш ресторан. Ну, в принципе, нам понравился номер. Нормальный. Тут у нас чай, кофе, капучино. Капучино нет. Вот. Мини-бар. Ну, короче, все обычненько, все стандартненько. Ничего такого аж сверхъестественного. Здесь у нас вид на ресторан. Это у нас ресторан. Это у нас крыша. Вот. Как-то так. Так что, если вы были в подобных отелях, в подобных номерах, пишите в комментариях, как вам наш номер. Ну, а пока что мы, я думаю, еще отснимем кусочек с завтрашнего пляжа. С утра на пляже с рифами. Вот. Ну, и, в общем, посмотрите. Пишите обязательно в комментариях, как вам ролик. Понравился, не понравился. Если вы были в Египте, пишите, в каких отелях вы были. Вот. Мы в Иль-Меркату. Вроде все хорошее, нормальный отель. Нам понравился. Пятизвездочный. Все включено. Все дела. Вот. Обязательно пишите вопросы в комментариях свои. И если я что-то буду знать во ваших вопросах, обязательно вам отвечу, порекомендую. Вот. И, короче, вот как-то так. Кстати, если будете ехать в Египет, вам в отеле, после заселения в отель дадут гида. Он вам будет впаривать экскурсии по очень большим ценам. Советую не вестись на месте совсем поменьше цены у других ребят, которые предлагают. Ну, не на улице, а то, чтобы, ну, типа, у них магазины с экскурсиями. Вот. Ну, и если будет очень интересно, могу посоветовать гида, с которым мы отдыхали, с которым мы ездили на квадроциклах, на этот бешеный этот дохаб. Вот, бомбезный дохаб. Если хотите, могу дать номер, могу порекомендовать. Короче, и вот как-то так. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Не знаю, что будет сейчас дальше в видео. Потому что у меня еще, у нас еще времени завтра куча. Так что, что осимим, то будет. Ну, и всем доброе утро. Сегодня у нас последний денечек. Сейчас буквально пару часиков побудем в очень прикольном и интересном пляже. Он очень колоритный. А почему колоритный, вы узнаете немножко позже. Вот. Место называется Пляж Фарша. Всем рекомендую посетить его. Одно из самых колоритных и необычных мест в Шарм-эль-Шейхе. Вот. Ну и смотрим, почему же оно такое колоритное. И вот, значит, вход в нашу фарш. Потому что у них все-таки куча старого барахла очень интересных. В общем, наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Будем сейчас проходить и смотреть, что же здесь находится. А здесь очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Всем пока... Продолжение следует... Продолжение следует...